Здравствуйте! Сегодня хочу познакомить вас с книгой, которую читали наши мамы, бабушки. Эта книга была издана впервые в 1966 году и с того времени не переиздавалась вплоть до 2014 года. А в 2014 году издательство «Онигма» выпустило книгу практически в том же формате, который он был раньше. Книга Иосифа Ольшанского называется «Невезучка» и имеет под заголовок «Несколько смешных историй из жизни семилетнего человека, которому не везет». Главный герой книги объясняет, почему он себя называет невезучкой. Ну подумайте сами. Костя родился 29 февраля, поэтому свой день рождения он празднует один раз в четыре года. Кроме того, у него фамилия Пробочкин, как он мальчик сетует сам, не Пробкин, а Пробочкин. И, как он считает, все остальные истории, в которых ему не везет, казусы, происходят именно по этим причинам. КОСТЯ Каждая глава рассказывает об одной какой-либо истории, в которой случается тот или иной казус с Костей. Хотел стать ученым-биологом. Собака укусила его за нос и пришлось ставить больничьи уколы. Хотел доказать, что у него есть сила воли. Заболел воспалением легких. Хотел сниматься в кино, подвела партнер кошка и так далее. Но самое главное его невезение, как считает Константин, это его младший брат. Разница у них небольшая, в четыре года. Но этот младший братишка Мишка, чего только они вытворяют, то он ест снег, то проявляет свой ужасный характер. И Константин на правах старшего брата помогает родителям его воспитывать. Так как у него не хватает еще познания в области воспитания, то это воспитывает он не всегда удачно. Но самое удачное, что у него входит, с моей точки зрения, как читателя, это то, что он очень добрый, отзывчивый. Несмотря на свое отношение к младшему брату несколько свысока, мы чувствуем, что он очень его любит и никогда его не подведет и в беде не бросит. Я проиллюстрировал эту книгу замечательный художник Петр Репкин. Если вы будете листать и внимательно смотреть, то увидите, что иллюстрации несколько отличаются от нашей обыденной жизни. Но это и правильно, потому что эти иллюстрации пришли к нам с 1966 года. И мамы, папы, дедушки и бабушки обязательно будут вам подсказывать, что это за предмет мебели, или объяснять какие-либо слова в этой книге. Многие сравнивают историю Ольшанского с рассказами Дениса Драгунского и Николая Носова. Они такие же озорные, веселые, нисколько не повторяя, не копируя, конечно же, тех авторов. Иосифу Ольшанскому удалось создать замечательный портрет не менее замечательного мальчика Константина Пробочкина. Насколько интересна эта книга современным детям, узнаем у наших критиков. Это книжка про мальчика, которого зовут Костя. Он себя прозвал Невезучкой, потому что ему в жизни не везет. А фамилия у него Пробочкин. У него есть брат Мишка, и у него есть кошка Гипотенузу. Он что-то придумывал. Идеи какие-нибудь. Получалось, наоборот, ему не везло. Есть история еще, как Невезучка нечаянно сломал компьютер. А женить не смог. Я бы посоветовала почитать эту книгу своим ровесникам. Это очень смешная и интересная книга. Тут очень красивые картинки. Когда мама читала, я смеялась, и мама тоже смеялась. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...